Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссерским пультом Марии Новгородовой и Николай Слепцов у микрофона редактор Сергея Антонова. Неравнодушный гражданин – так называется дальневосточная премия, которая была учреждена на территории Приморского края в 2015 году. Ее цель – поощрение гражданской активности среди населения, популяризации практик системного добровольчества и содействие развитию общественно-полезных инициатив жителей. В 2021 году, благодаря поддержке Фонда президентских грантов и Агентства стратегических инициатив, эта общественная премия впервые прошла на территории нашей республики. Ее координатором выступил Единый ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Якутии. Итак, кто вошел в число финалистов премии, как прошла защита проектов и какие социально значимые победы одержали обладатели премии «Неравнодушный гражданин». Об этом и многом другом сегодня наша программа. Итак, гости нашей студии – это волонтер финансового просвещения Рита Якушева. Здравствуйте. Здравствуйте. Победитель в номинации «Семья и дети» Айталина Поликарпова. Добрый день. И победитель в номинации «Культура» – это финалист, участник объединения «Айяркут» Виктор Борисов. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться к нам по телефону 32 00 66 и 32 11 66. Ну что же, мы начинаем наш разговор. И первый вопрос, к которому я хотела бы обратиться к моим гостям. Давайте начнем с рассказа о самой премии. Где и как вы узнали о том, что был учрежден такой конкурс? Пожалуйста. Начинаете. Мы узнали из социальных сетей. Я подписана на ресурсный центр. И это было еще весной. Мы увидели, и стало интересно, почитали. И так как это проводится впервые в республике, мы, заинтересовавшись, взяли, отправили заявку. И потом вообще забыли. И только вот недавно, осенью. Вам напомнили. Да, мне позвонили, сказали, а Италина, вы попали в финал. Это было очень приятно. Хорошо. А Рита, что вас побудило стать участником такого проекта? Ну, в принципе, проект, такое хорошее название у проекта «Неравнодушный гражданин». Я себя отношу к таким гражданам, потому что я с 2016 года являюсь волонтером. Как только я пришла работать в Республиканский банк, я начала свою волонтерскую деятельность в рамках корпоративной социальной ответственности банка. И, получается, мы проводили разного рода мероприятия. А потом я стала волонтером. И когда я узнала о такой премии, ну, это здорово, неравнодушный гражданин, как бы, и я подумала, что мой проект будет интересен. Вообще, как шел отбор победителей, финалистов, и вообще, как прошла защита проекта? Ага. Сначала у нас попросили презентации наших проектов. Мы их отправили в электронной форме. Потом нам озвучили шорт-лист, что мы вошли в финал. И также попросили подготовить видео презентации уже, и чтобы мы могли рассказать членам жюри более подробно о том, над чем мы работаем вообще, и что мы делаем, чем мы занимаемся. Чтобы это было наглядно. И это было регламентировано в очень короткий промежуток времени. Нужно было уложить всю очень важную информацию. Вот это было самым сложным, наверное. Хорошо. Кто был среди членов конкурсной комиссии? Это были люди, которых вы знали? Известные личности нашей историки. Ну, там пару человек. Я потом увидела уже, когда это... Сперва я как-то... Я вообще, получается, участвовала онлайн через Zoom презентацию делала. И не видела, кто там сидит. И так и презентовала. А там были Соловьев. Это музей Моя Россия. И, насколько я помню, Айлан Винокуров. Да. Я его очень давно, много лет знаю. Его работу очень уважаю. Всегда поддерживаю друг друга. Вот из кого я вот заметила, что есть. Да, там Луцкан Иван Петрович тоже был. Да. И когда я... Я тоже, кстати, увидела в конце, потому что я тоже принимала по Zoom, да, онлайн, тоже дистанционно. В этот момент я вообще была вне нашего региона. Ой, вне нашего округа, скажем так. И тоже было очень приятно прочитать и слова членов жюри о тех, ну, кто победил, да. Очень приятно было, что нашу работу так достойно оценили. Ну что же, дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 32 00 66 32 11 66. И сегодня мы говорим о премии «Неравнодушный гражданин». И, как мы говорили ранее, гости нашей студии – это финалисты премии. И одна из номинаций – это просвещение. Она вручается жителям республики за инициативы в области образования, просвещения и духовного развития личности. И, Рита Якушева, обладатель первого места. Поздравляем вас. Спасибо. Итак, с каким проектом вы выступили на конкурсе? На конкурсе я выступила с проектом «Школа финансовой грамотности», которую мы реализуем еще с 2019 года. Это волонтерский проект. Там участвуют только волонтеры финансового просвещения. Но хотелось бы отметить, что работу в направлении продвижения финансовой грамотности по повышению финансовой грамотности населения республики Минфин республики проводят с 2012 года. И в 2018 году я и еще несколько волонтеров прошли обучение в Финансовом университете правительства России и получили статус финансовых консультантов-методистов. И мы получили право обучать население. Работать с людьми. Да, работать с людьми. Именно в статусе волонтеров финансового просвещения. Дальше, кто захотел остаться, как бы они уже продолжили свою волонтерскую деятельность и уже зарегистрировались и на сайте добро.ру, и на сайте Ассоциации развития финансовой грамотности, которую курирует Центральный банк Российской Федерации. На самом деле, это такая интересная работа, и результат видно сразу. Хорошо. На ваш взгляд, зачем людям повышать уровень финансовой грамотности? Вообще, в чем значение этого? На реальных каких-то примерах, наверное, люди вам рассказывают, когда приходят на занятия, что у них случилось то-то, то-то. У каждого человека, наверное, своя история. Ну, да. Вообще, я считаю, что нашим детям, допустим, очень повезло, потому что их сейчас обучают финансовой грамотности с самого детства. То есть буквально с первого класса вводятся кружки в образовательный процесс, проводятся постоянно онлайн-уроки по финансовой грамотности Банкам России. То есть специалисты Центрального банка напрямую работают с нашими детьми, то есть обучают их финансовой грамотности. А вот со взрослым населением, к сожалению, когда мы были школьниками, ну, нас не учили финансовой грамотности. И мы путем проб и ошибок шли во взрослую жизнь. И во взрослой жизни, к сожалению, многие, проходя через разные этапы своего развития, своей трудовой деятельности, наступали на грабли, скажем так. И вот как раз вот эти вот грабли мы рассматриваем. И показываем людям, как надо и как не надо себя вести со своими финансами. И хочу сразу отметить, что финансовая грамотность — это не про то, как быть богатым. Это про то, как грамотно распределять свои финансовые ресурсы, которые вы имеете здесь и сейчас, ну, которые вы пользуетесь здесь и сейчас. Ну, вот действительно, вы общаетесь с людьми, да? Как вы вообще оцениваете уровень финансовой просвещенности в нашей республике? Ну, не сказать, конечно, что совсем никакой просвещенности, потому что работу информационную, скажем так, поддержку оказывают все государственные СМИ. Работу по просвещению ведем не только наш, ну, не только мы, да, вот как Центр финансовой грамотности ведут еще и МВД. И, в принципе, все сейчас каналы направлены на то, чтобы именно вот этот уровень финансовой грамотности повышать, чтобы показывать людям, как надо делать и что может с вами произойти, если вы не будете соблюдать те или иные правила финансовой безопасности, скажем так, да? То, что это сейчас основной момент, потому что очень много людей страдают именно от финансовых мошенников. Хорошо. Вот финансовые мошенники с какими еще бедами приходят граждане? Закредитованность большая. То есть мы помогаем в таких моментах, как управлять кредитной нагрузкой. Потом очень много вопросов по налоговым вычетам и по пенсионной грамотности. К счастью, в нашем Центре работают волонтеры не только из сферы финансовых организаций, скажем тогда, финансовой деятельности, но и пенсионного фонда, налоговый, Роспотребнадзор. То есть вот такие вот качественные специалисты, скажем тогда, профильные специалисты, которые могут дать качественные консультации. А что вас вообще побудило стать финансовым волонтером? И вообще как это в дальнейшем сказалось на вашей деятельности? Я стала финансовым волонтером, как раз работая в банке. То есть весь процесс становления в качестве волонтера происходил именно там. Потому что я увидела, как корпоративная социальная ответственность вообще в целом меняет человека. И я увидела, что оказывается я могу повлиять на жизнь у других людей, чем-то их улучшить, своими какими-то действиями, своими какими-то знаниями. И вот именно та проблема, которая возникает в управлении финансовыми, она меня побудила стать именно волонтером финансового просвещения. Потому что я сама не скажу, что я прям идеальный финансист была и так далее. То есть все мы начинаем сначала с себя. То есть я начинала с себя, мне это помогло, и я пошла уже дальше передавать свой опыт. Ну и сегодня вы являетесь уже руководителем центра. Несколько слов о нем скажите, пожалуйста. В феврале 2021 года начал работу региональный центр компетенции по финансовой грамотности при Якутском финансово-экономическом колледже имени Фадеева. И вообще организатором работы центра является правительство нашей республики в лице Министерства финансов. И в принципе мы ведем и информационную работу по информированию граждан, проводим работу по проведению мероприятий по финансовой грамотности и по проведению уроков. Хорошо. Какие категории населения, в общем-то, приходят на ваши занятия? Это в основном пожилые люди, либо работающие, либо молодежь? У нас мероприятия для разных категорий. То есть у нас есть мероприятия и для детей, и для взрослых, и для семейных, и для одиноких, и для пенсионеров, и предпенсионеров. То есть все категории, возрастные категории, они в принципе найдут у нас все самое интересное, то, что как раз касается по теме, скажем так, да, вот по запросу. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, куда, когда могут подойти, например, вот те, кто заинтересовался работой вашего центра и получить какие-то консультации, может быть, ответы на свои вопросы, накопившиеся проблемы как-то решить? Да, но у нас есть аккаунт в социальных сетях, который веду я лично, поэтому можно писать в директ. Если интересует подключение к WhatsApp-группам, у нас есть WhatsApp-группа, в которой мы подключаем население, и как раз в этих WhatsApp-группах ведется вся консультационная вот эта работа, где работают наши волонтеры. Также у нас есть сайт fingram.yakutia.ru, есть онлайн-школа, как раз вот она находится на сайте sbs.yakutia.ru, и в принципе там уже можно посмотреть какие-то уроки. Хорошо, дорогие друзья, это программа «Якутск. Сегодня». Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего мы вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Напомню, что сегодня мы говорим о премии «Неравнодушный гражданин». Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и как мы говорили, в эти дни были подведены итоги дальневосточной премии «Неравнодушный гражданин», которую впервые прошла у нас в Якутии благодаря Единому ресурсному центру поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Якутии. Цель премии – поощрение, поддержка и распространение социально значимых инициатив людей. Итак, кто вошел в число финалистов? Как прошла защита проектов? И какие социально значимые победы одержали обладатели премии «Неравнодушный гражданин»? Ответы на эти и другие вопросы сегодня дают гости нашей студии. Это Рита Якушева, Айталина Поликарпова и Виктор Борисов. Итак, мы продолжаем наш разговор с Ритой Якушевой, победителем в номинации «Финансовая грамотность». Мне хотелось бы узнать, каким вы видите перспективу вашего проекта? Будущее есть у него? Конечно. Мы видим перспективу нашего проекта в том, что каждый житель республики, во-первых, он не станет никогда жертвой финансовых мошенников, он научится управлять своей кредитной нагрузкой и он научится управлять своими личными финансами. Ну и каково значение для вас лично получения вот такой премии «Неравнодушный гражданин»? Вообще для меня это, конечно, большая честь и такой, скажем так, уникальный шанс рассказать о работе финансовых волонтеров финансового просвещения, потому что о нашей работе знают только те, кто к нам обращаются. И у меня появилась возможность рассказать о тех, кто работает в этой области. Я не одна, за мной большая команда волонтеров, и меня это очень радует. Ну что же, дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 и 32 11 66. Пожалуйста, если у вас есть вопросы к моим собеседникам, то звоните и, соответственно, получите ответы на них. Итак, мы продолжаем говорить о финалистах Дальневосточной премии «Неравнодушный гражданин» уже в нашей республике. И следующая номинация «Семья и дети». Она вручается за инициативой в сфере защиты детства, материнства и отцовства, а также за помощь воспитанникам детских социальных учреждений. И победителем здесь является Айталина Поликарпова. Ну что же, мы знаем вас как автора проекта «Открытка добра». Расскажите, пожалуйста, как и когда у вас зародилась мысль об этом проекте? Мысль зародилась как раз год назад. Как раз вот зима начиналась, и мы-то с моей командой сели, подумали, чем мы можем… Как раз вот пандемия немножко отходила, но все равно все это нагнеталось, и то и все. И фонды у нас немножко страдают от этого все-таки, потому что у них всегда были меценаты, которые им помогали. И когда вот наступил такой период пандемии, многие уже просто не могли оказывать помощь. И мы сели, подумали и решили создать проект «Открытка добра», который мало-помалу, по копеечке, как сказать, по 100 рублей. Мы собираем с людей, там, ну, «Открытка» 100 рублей стоит. Это как чашка кофе. И задумали этот проект и запустили год назад. А почему именно «Открытка»? Почему именно «Открытка»? Потому что, ну, это как голубь, такой вот добрый, вот это послание. Именно «Открытка» несет такое, когда ты получаешь, именно почтой тебе отправили, со всеми штампами откуда-то, какую-то частичку тепла. Того человека, который отправил, пожелания, пожелания. Именно вот поэтому «Открытка» несет несколько таких значений для нас. Мы задумали. Ну, задумка – это одно. А вообще, вот, как начиналась реализация проекта, да? И кто вам помогал? Вот вы одна, наверное, все-таки не справились бы с такой сложной удачей. Конечно. У меня команда есть, наш дизайнер и Георгий. Сейчас он переехал в Санкт-Петербург, но мы работаем на два города теперь. На расстоянии. Да, на расстоянии с Санкт-Петербург. В данный момент мы запускаем третий этап. То есть, два этапа для вас уже прошли, можно так сказать, да? Ну, давайте начнем с первого. Как все начиналось? Какие результаты вы получили? Они вас обнадежили или нет? Первый этап… Как второй потом прошел? Ну, мы запустили совместно с фондом Харасхал конкурс детских рисунков. В основном к нам приходят, конечно, рисунки детей с инвалидностью. И там есть очень-то такие работы. Я вот, оказывается, не взяла с собой открытки. Нет, вот мы их как раз показываем. Да, очень-таки они… Ну, у нас одна работа была, ее, наверное, сейчас нет, мальчика с аутизмом, например. Там вообще «Космос», например, такие работы поступали. Поступило к нам более 200 работ в первом этапе. И мы отобрали 13 открыток. Потом еще 14 добавили по многочисленным просьбам. И потом собрались с блогерами, с популярными. Это мы обязательно так делаем. Отбор прямо. И каждый с них отбирает. И прямо путем голосования мы отобрали лучшие работы. Ну, и в чем механизм именно вашего проекта «Открытка добра»? Человек должен купить эту открытку. Она реально распечатанная? Либо можно купить виртуальную открытку? Какие формы у вас? Она реально распечатанная, настоящая открытка, которую можно купить, получается, на почте России. Еще мы очень хорошо работали первый и второй раз с Тревелл, с Бонами. Они нас очень поддержали. С кофейной? Да, с кофе очень хорошо это идет. И, получается, можно заказать на сайте. Литторгут.ру у нас есть работающий сайт. Туда заходишь и прямо оставляешь, оплачиваешь, оставляешь заявку. И после этого, например, адрес отправителей это. И, например, ты сидя, например, где-то там вообще в другом городе можешь отправить открытку с Якутии по всему миру. Ну что, действительно, это здорово. Первый этап прошел. Что он показал? Какие-то выводы для себя сделали? Первый этап, когда прошел, мы сами вообще очень даже удивились результатом. У нас, получается, по результатам первого этапа была оказана помощь о формировании более двух тысяч подарков для детей с инвалидностью. Это которые подопечные фонда детишки. И затем пришла мысль продолжить проект. И мы решили, что на этом останавливаться второй этап. Весной этого года мы запустили. Это у нас была тема... Если у нас первая тема была зима-холод, бык, как раз год быка был, то в этот раз мы запустили именно более гендерные мальчики, девочки. И поздравления, например, с 8 марта и с 23 февраля. Ну, они не совсем прямо там написаны, но они универсальны с таким этим. Именно наши вот каринды, ну, то, что охота, рыбалка, там вот и отражается вот наш быт. Хорошо. И что показал второй этап? Количество, например, купивших открыток, оно увеличилось? Работа у нас пришло более 300. Да, купивших увеличилось, конечно. Сейчас до конца я не могу сказать, потому что у нас почти все открытки находятся анализации Почты России, они и сейчас продаются, и можно прийти в любое почтовое отделение. И сейчас можно купить. Те, кто смотрит, слушает нашу передачу, те, кто хочет внести свой определенный вклад, может прийти в кофейню Почты России и сделать свой небольшой вклад. Да, немножко маленький вклад, купив открытку. Открытку за 100 рублей. Да. Хорошо, но я знаю, что вы не останавливаетесь на достигнутом, вы решили сделать еще третий этап. Да, мы решили не останавливаться и запускаем третий этап. Очень долго думали над темой, но все-таки то, что происходило этим летом, например, и тема экологии очень близка для всех. И мы решили, ну, это будет больше, наверное, не как экология такая, а именно сохранение, что насколько наша природа красивая. Чтобы дети нарисовали, отразили в своих рисунках красоту нашей природы. Хорошо. В конкурсе рисунков участие будут принимать, опять-таки, дети с инвалидностью? Любой ребенок. Либо уже ребенок. Любой ребенок. Нет, у нас в основном, получается, такие дети участвуют. А так, любой ребенок. У нас есть постоянные участники, где, например, там, девочка на два этапа участвовала, точно знаю. Сейчас третий этап. И до какого периода и где вы принимаете работы, вы можете вот сейчас рассказать нашим телезрителям, радиослушателям? Так, этому всю информацию можно будет узнать на нашей инстаграм-странице. Запускается со следующей недели у нас. Или на сайте lettrgut.ru, или на странице фонда Харасхал Милосельдия. У них вся информация вывешивается. Конкурс будет со следующей недели продолжаться примерно до 15 ноября. После 15-го будут подведены итоги. И вы уже в такое короткое время сможете отпечатать открытки перед Новым годом? Да. Ну что же, у вас есть прекрасная возможность обратиться к жителям нашей республики, о том, чтобы они поддержали ваш проект. Да, открытки поступят где-то с начала декабря в продажу. Приглашаем вас всех принять активное участие, внести маленькую лепту в свою. Именно этот проект, формирование получается, я бы сказала, каких-то добра, таких отношений человеческих, когда дети вот именно помогают детям с едва видностью, чтобы у них появилась частичка радости. Мы дарим кусочек добра. Хорошо. А перспективы вашего проекта? Вот у вас есть какие-то задумки, может быть, в дальнейшем какие-то новые формы он будет обретать? Ну да, есть. Обрастать какими-то новыми задумками? Ну, у нас есть несколько вариантов. Ну, вот задумки по коллаборации, например, с некоторыми брендами. И мы должны поступить скоро свитшопты. Ну, брендированные вот одежды будут. Хорошо. То есть заинтересовались рисунками даже производители одежды, да? Хорошо. Ну и что для вас вообще вот волонтерство, помощь, неравнодушное отношение к людям? Что вас побуждает помогать? Ну, это внутренняя потребность. У каждого человека всё равно есть какая-то внутренняя потребность помогать людям, друг другу. И это, наверное, всё равно как-то мне помогает. Я сама мама четырёх детей. И поэтому... Многодетная мама? Да. Хотела бы, чтобы все дети имели такую же теплоту, что и дети. Вот наши дети. Ну, вот что для вас вообще это премия «Неравнодушный гражданин»? Это, наверное, возможность как-то встретиться с теми людьми, кто делает действительно свой вклад в помощь людям, да? Что для вас ещё? Это площадка для общения, для знакомства? Ну да, это возможность немножко рассказать о своём проекте. И есть задумки, в принципе, более масштабировать на другие регионы. Хорошо. Спасибо. Дорогие друзья, сейчас мы прервёмся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Мы говорим о премии «Неравнодушный гражданин». Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И как мы говорили, в эти дни были подведены итоги дальневосточной премии «Неравнодушный гражданин», которая впервые прошла у нас в Якутии. Её цель – поощрение, поддержка, распространение социально значимых инициатив людей. Итак, кто вошёл в число её финалистов? Как прошла защита проектов? Какие социально значимые победы одержали обладатели премии «Неравнодушный гражданин»? Сегодня гости нашей студии – финалисты конкурса. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа одновременно выходит на телевизионном и радиоканале НВК «Саха». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии – 320066 и 321166. Ну что же, ещё один финалист премии «Неравнодушный гражданин», теперь уже в номинации «Культура». Это участник объединения «Айяркут» Виктор Борисов. Напомним, что здесь отмечают жители Якутии, которые внедряют добровольческие инициативы в области культуры, литературы и искусства. Итак, Виктор, какой проект вы представили на суд жюри? Я представляю победителя в номинации «Культура» Егора Иванова, который является нашим руководителем нашего творческого объединения «Айяркут». Вообще, мы представили в этом конкурсе наши проведённые проекты в сфере культуры. Ведь в сфере культуры воспитания, просвещение в сфере культуры гражданина является одним из стратегических важных направлений развития общества человека. Это является вкладом в человеческий капитал. Если человека просвещать, воспитывать его в духовном, в культурном плане, то он вырастет развитого гражданина, который станет приносить пользу обществу. Вот для этого наша организация и создана объединение. Егор Иванов является катализатором этих идей, которые мы претворяем в жизни и помогаем ему претворять в жизни эти идеи. Расскажите о некоторых идеях. Вы говорите, что их довольно много, что есть даже определённый у вас катализатор. Вообще наша организация, она молодая. Она была создана в начале 2019 года. Я включился летом 2019 года, когда мы поехали в Нюрбинский Улус освещать этот исах в Нюрбе и в Сунтаре. Исахи проводятся традиционно. И мы хотели показать это. Хотели сделать качественный контент, видеоконтент, фотографийный контент. Выпустили интерактивную книгу по этому исаху. И хотим также освещать исахи других улусов. Ну, горы Якутска, например. Потому что Исахи – это наш бренд Якутии. И надо это широко осветить. На странице irku.ru это всё можно посмотреть. Там наши статьи, там наши материалы. Они все изданы. Кроме того, есть ряд проектов. Например, некоторые из них проводились перед пандемией. До пандемии, вот отмечу один проект, это был фестиваль хорового искусства республиканского. Чтобы провести этот проект, у нас в Историйском парке он проводился. Надо было сделать большую сцену. Помост для хоровых ансамблей на 800 лишних мест. Это очень гигантское строение было, которое было построено за очень короткий срок Егором и его близкими друзьями. Мы ему тоже помогали в этом. Вообще, проекты, которые мы осуществляли, они имели большой охват. И вот мы благодарны тем, которые помогали нам при осуществлении этих проектов. Потому что там ни одного рубля в основном не было потрачено из бюджета нашей республики. То есть это средства Егора Иванова, средства некоторых. А самое главное, трудовой вклад этих участников, этих проектов, они были проведены. Самое главное, надо сказать, что отзывчивых людей много. Да. И это радует. Да. Хорошо. И каким должен быть вообще, на ваш взгляд, человек, которого мы можем назвать неравнодушным? Вообще, я думаю, эта премия очень подходит для Егора Иванова, моего друга. Я узнал об этом конкурсе по рассылке ресурсного центра. Узнал и подал заявку, не говоря об этом Егору, моему другу. Он вообще скромный человек. Вообще, он не хочет до разных наград. Но вот я хотел, чтобы он получил эту награду. И поэтому эту заявку сделал. И вот получилось. Он взял эту награду. И я очень рад, что помог ему получить. Потому что это достойная для него награда. Он очень много делает. Очень много делает в ущерб своему материальному состоянию себе. И вообще, он такой человек, что... Я хочу называть таких людей великими людьми. Почему я их так называю? Потому что такие люди что-то переносят в общество для его развития. Они либо сгорают, в переносном смысле этого слова, да? Отдавая всего себя для какого-нибудь проекта, для какого-нибудь великого дела. Или в течение своей жизни потихоньку приносить в развитие общества свои проекты, свои начинания, свое творчество. И хочется, конечно, чтобы таких людей поддерживали всемирно. Не только со стороны общества, но со стороны нашего руководства обратили внимание на начинание таких людей. Поддерживали их. Ну и вопрос ко всем участникам передачи. Вообще, с чего начинается чувство неравнодушия? И можно ли его воспитать, на ваш взгляд? Воспитать чувство неравнодушия, конечно, можно. Потому что дети же учатся от своих родителей. И учатся от учителей, скажем так. И вообще, в целом, я, например, выросла в деревне, где неравнодушный буквально каждый житель. И, в принципе, всегда было нормальным помогать друг другу. И когда я переехала в город, и когда стала работать в большом коллективе, для меня не было трудным или каким-то затруднительным действием помогать своим коллегам, своим друзьям. Или я никогда не пройду мимо человека, который нуждается в помощи. В принципе, я воспитываю также и своих детей. И я очень благодарна судьбе, наверное, да, или вообще, что у меня в жизни произошли именно такие моменты, которые привели меня к тому, что моя волонтерская деятельность стала моей профессиональной деятельностью, что я занимаюсь любимым делом. Потому что работа в центре — это моя любимая работа. И то, что действительно я могу принести пользу людям, — это большая ответственность на самом деле. И большая честь. Италина? Ну, от себя скажу, что... Ну, как я сказала, что это всё равно внутренняя потребность человека каждого. И поэтому мои дети, да, смотря на всё это, они тоже, как вот Рита говорит, они копируют. И поэтому именно, наверное, это побуждает как-то такие вещи. Виктор? Да, вот, когда мы придумываем, осуществляем разные проекты в сфере культуры, то, как я уже сказал, Егор является зачинателем этих идей. И когда мы всё это обсуждаем, у него глаза загораются, он весь преображается. И вообще это... он человек культуры. Для него это... делать такие проекты — это для него удовольствие большое. Ну и, конечно, вот, человеку от себя не уйти. И в любом случае он будет делать то, что ему нравится. И очень хорошо, когда человек находит себя, вот, именно в какой-то сфере. Что он должен делать, понимает, что он должен делать, и делает это. И вот получает признание. Ну, действительно, на конкурсе было представлено очень много заявок, да? Что вы можете сказать о своих конкурентах? Я не назову их конкурентами в первую очередь, потому что это все достойные люди. Это 37 человек, которые ведут такую, ну, огромную работу по... Ну, в сфере, в каждой своей сфере. И тут конкуренции быть не может, потому что оно не может сделать кто-то больше там добрых дел, да? И сказать, что вот я там больше, а кто-то меньше там, и сказать, что, ну, как бы ты вот мало там добрых дел. Это, на самом деле, это вообще неизмеримый вклад. И даже если ты один раз поучаствовал в какой-то благотворительной акции или еще что-то, это тоже был огромный вклад, на самом деле. Это большой шаг к тому, чтобы другой человек просто начал жить хорошо, и чтобы он улыбнулся. А улыбка — это, ну, это бесценно. И, наверное, надо сказать, что неравнодушие, оно начинается с малого. Конечно. Айталина, что вы можете сказать вот о людях, которые также выступали в вашей номинации? Ну, это, конечно, не конкуренты. Это те люди, которые, так же, как и мы, может быть, даже больше какие-то эти, вносят вклад. И поэтому это не... Я сама вообще была удивлена, когда наш проект... Ну, я выиграла с нас, со своим проектом. А так я много лет тихо-молча ходишь, что-то делаешь. Это годами, это не один раз, это не один проект, по идее, вот так взять. И что-то один раз делал, и давай это... Нет, это вообще сидит внутри человека. Чем-то помогать, а как-то не пройти мимо каких-то вещей. Ну что, действительно здорово, что вот такая премия «Неравнодушный гражданин» появилась у нас, здесь, в Якутии. А вообще, зачинательно, вот мы сказали, был Дальний Восток. Кроме того, такая премия есть в Приморском крае, Сахалинской области, Камчатском крае. И вот теперь в нашей республике. Ну что же, я благодарю вас за содержательный, интересный для всех нас разговор. Напомню, что инициатором этого конкурса является Единый ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций республики. Ну что же, дорогие друзья, сегодня у нас в студии гостили финалисты премии «Неравнодушный гражданин». Это программа «Якутск сегодня», ее подготовила и провела редактор Саргалана Антонова. Всего вам самого доброго, до свидания. И давайте будем неравнодушными, давайте помогать нашим ближним. Субтитры создавал DimaTorzok